Челябинск встречает гостей из Москвы. Федеральные чиновники сегодня обсуждают подготовку к Госсовету по экологии. Помощники президента, федеральные южноуральские министры, губернатор отвечают на вопросы, как избавиться от вредных выбросов предприятий, улучшить качество воды в реках и озерах. На совещании побывала наш корреспондент Дарья Шведова. Ей слово. На совещании присутствуют помощники президента Владимира Путина, губернатор, его заместительные федеральные министры. Обсуждают экологию Челябинска, а именно как улучшить воздух в Челябинске, а также как улучшить качество воды. В Челябинске будет 10 федеральных программ уже в утвержденном плане водоэкологии. Помимо этого, я уже упомянул, отмечил, ряд, только что было подписано соглашение, это очень серьезно, там миллиарды рублей вкладываются в экологию. Также на совещании заявляют, что интересен опыт ликвидации Коркинского разреза. Я напомню, что его собираются ликвидировать за счет отходов от горно-обогатительного комбината. Проект интересный, мы его рассмотрели, все службы, которые присутствовали на этом рассмотрении, поддержали этот проект. Мы, конечно, будем расширять подобные проекты, так как здесь, я хотел бы подчеркнуть, здесь не требуется финансирование государства. Здесь требуется только поддержка бизнеса при реализации этих проектов. Перед совещанием федеральные чиновники, губернатор Борис Дубровский объехали город и посетили несколько крупных металлургических предприятий. Так, к примеру, они посетили Челябинский трубопрокатный завод, именно цех высота 239 и Челябинский металлургический завод. Там уже несколько лет работает экологическая программа, так, к примеру, к трубам крепят специальные датчики, и они фиксируют количество вредных выбросов в атмосферу. Так, за 10 лет удалось на 26% снизить количество вредных выбросов в атмосферу и на 65% сократить объем сточных вод в реку Миас. Высказали свою позицию, выслужили позицию крупного бизнеса по отношению к тем вопросам, которые беспокоят жители Челябинской области. Мы точно выразили свою озабоченность с качеством воздуха в Челябинске и в других городах. Мы предложили инструмент управления этими процессами. Мы хотим сказать, что инструмент у нас есть уже сейчас, да, не завтра, он есть сейчас. Нужна просто добрая воля, совместная работа и период, в котором, в принципе, мы можем показать динамику улучшения в этих вопросах. Это совещание еще называют репетицией заседания Госсовета по экологии. Напомню, оно состоится в конце этого года, в декабре. А уже завтра Борис Дубровский выступит с докладом в Москве на заседании рабочей группы. Кстати, он вошел в президиум этой рабочей группы. Там же утвердят проект об экологическом развитии страны. Этот документ лично изучит Владимир Путин и члены Госсовета. Улучшить качество воздуха и воды в Челябинске нужно в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, которые, я напомню, могут пройти в нашем городе в 2020 году.